Из сентября в август, а потом снова в сентябрь. После холодного начала осени к нам возвращается жара. Но ненадолго. Совсем скоро ждем очередное похолодание и дожди продолжит Инга Гудель. А все-таки это еще не осень. По крайней мере, не климатическая. Наша температура пока не дотягивает до исключительно осенних показателей. Ну а сегодня к нам и вовсе вернулся август. Столбики термометров добрались до плюс 25, преодолели их и уверенно рванули вверх. Ну август у нас задержится еще и завтра. А вот в субботу по законам жанра погоду испортит холодный фронт. Начиная с субботы начнется понижение температуры. Во-первых, в субботу будет оно связано с тем, что будет больше пасмурно и временами будут выпадать дожди на всей территории республики. Опять говорю, что речь о сильных не идет. Первая половина следующей недели тоже пройдет под знаком похолодания. Температура будет плавать в районе 20, плюс-минус. Ну а потом снова август. Правда, возвращение в лето будет недолгим. Всего на пару дней. Затем расплата в виде холодного фронта. И придет он, конечно же, кто бы сомневался, на выходных. Там уже к концу недели будет даже холоднее, чем в эти выходные дни. Там ночная температура в районе 50, а дневная до 20 пока предварительно. То есть зато холода будет более... мы ожидаем, что он чуть будет даже сильнее, чем тот, который сейчас мы ожидаем. Ну а теперь о том, что же нас ждет завтра. В пятницу днем у нас до плюс 28 будет облачно. Местами кратковременный дождь с ночью плюс 13-15. После завтра, как я уже сказала, у нас похолодает и дождь в расписании сохранится. Инга Гудаль, Владимир Погоня и Дмитрий Ягодкин. ТСВ.